Мы все сейчас почувствовали себя иными, особенными. Такое турбулентное время, сложное, когда каждый из нас очень взрослеет. У меня вообще пусто внутри в те моменты, когда раньше все внутри дрожало от счастья. Кризис вообще существует для того, чтобы перелицовывать действительность. Для искусства травма, как мне кажется, очень важная веха. Все новое кажется опасным. Очень плохо, когда культура, какой бы она ни была богатой, разнообразной, варится в собственном соку. Невозможно, так сказать, питаться собой все время. Сейчас скажу страшную вещь, за что они меня все убьют. Может, не говорите, я не знаю. Я же не раба этой лампы. Люди испытывают потребность жить, слово жить с большой буквой, и ищут какие-то возможности для этого. Привет, это Forbes Talk. Я Антон Жилнов. Рад приветствовать вас и нашу сегодняшнюю героиню Марина Лошак. Главный куратор моего любимого частного музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в Петербурге. И бывший директор Пушкинского музея, тоже всем известного. Марин, правда рад видеть. Мы давно знакомы. Я вас вначале хотел спросить про современное искусство. Поскольку мы живем во время цензуры сегодня, это уже никто не скрывает, то каким образом может существовать сегодня современное искусство в России? И как оно может быть экспонировано, учитывая те ограничения, в которых мы с вами, будучи в Москве, находимся? Ну, знаете, современное искусство, любое современное движение, творческое, хорошо тем, что оно просто может существовать. В принципе, может существовать. Мне кажется, что это вообще самое главное. Оно существует в очень интенсивных формах, вне зависимости от того, насколько оно ограничено. И так было всегда. И сейчас тоже. У людей, давно живущих, в частности художников, ну, разного рода представителей культуры, у многих есть уже опыт существования в таких ограничениях, в таких коридорах, скажем так. Потому что... Плавали знаем. Ну, нет, ну, просто многие из них уже взрослые люди. Что касается молодых людей, то мы живем, ну, действительно в такое турбулентное время, сложное, когда каждый из нас очень взрослеет, как я говорю. Не важно, сколько тебе лет, такой ли ты уже, такая ли ты уже не молодая дама, как я, но это взросление происходит в любом возрасте. Взросление в смысле, ну, какого-то очевидного понимания сложности устроенного мира и ощущения его более объемным. То есть, это взросление ускорило, как я понимаю? Любая ситуация сложно устроенная, любая турбулентная ситуация для человека думающего, для человека осознанного, скажем, чревата его взрослением в лучшем случае. Если этого не происходит, ну, тогда человек должен пройти свой более сложный опыт, предположим, для того, чтобы это взросление все равно произошло. В такие библейские времена это все называлось словом «испытание», сейчас называется тоже точно так же. Это испытание, которое происходит, человек проходит. Вы повзрослели? Я очень. За это испытание? Я очень повзрослела, я была достаточно инфантильным человеком. Опять же, это нехорошо и неплохо, но мне везло. То есть, структура моей жизни, ее устройство позволяла мне оставаться инфантильной, то есть, более беззаботной, легкомысленной. Хотя, я считаю, солидная доля беззаботности и легкомысля должна была бы остаться в нас, потому что это какое-то ощущение воздуха, которое необходимо для того, чтобы человек светился. Для того, чтобы, когда ты видишь человека, ты видел свет. Если человек очень сосредоточен, очень загружен, очень контролируем сам собой, то свет не исходит. Ну, такая данность. От вас исходит? Сейчас буду себя контролировать больше, чтобы не исходил. Марин, а вот это взросление, о котором вы сказали, если, ну, понятно, что это философская категория, но если конкретизировать все-таки, в чем вы повзрослели? Что вы по-другому стали смотреть на мир, на свою профессию? Да, я стала вообще по-другому смотреть на мир. Я стала лучше. Вообще взрослый человек всегда лучше, ну, потому что он больше думает. Все это процесс самопознания, ощущение себя в мире, ощущение, ну, какое-то своего предназначения, как ни крути, зачем-то ты вообще живешь. И именно в такие моменты легче к этому прийти. Ну, то есть просто есть возможность всерьез задуматься. Потому что, ну, естественно, когда ты в полном благополучии, мы очень долго жили в состоянии очень большой беззаботности и абсолютно ровно текущей жизни. И это счастливые воспоминания, это прекрасно, что мы прожили такой большой кусок. Но, безусловно, когда все настолько предсказуемо ровно, то не всегда приходится задуматься о каких-то сложных вещах, часто травмирующих твое сознание и так далее. Меньше травм, больше беззаботности. Когда ты входишь в какой-то другой этап жизни, то, безусловно, все меняется. И ты начинаешь задумываться более глубоко, более серьезно о вещах, которые меняют тебя самого и которые меняют твое отношение, прежде всего, к человеку или к человечеству в целом. Что это дает как результат, да, если говорить обо мне? Ну, совершенно не хочется себя нахваливать. Но, в общем, значительно увеличивается степень сочувствия и сопереживания в разы. Когда ты взрослеешь, то ты острее чувствуешь и больше отдаешь. Это из хороших сторон. Ну, из плохих, это технология, да, по которой связана с этим, значительно больше контроля. То есть ты каждую секунду ощущаешь необходимость какого-то контроля в своих поступках, своих слов, своих действий. Это даже не связано иногда с самоцензурированием, нет. А с фиксацией просто твоего нынешнего состояния. Это происходит очень на разных этапах. У меня, например-то, связано даже с какими-то моментами анализа того, что мне сейчас близко в искусстве, например. Ну, в широком смысле этого слова. Мне кажется, это тоже полезная штука на самом деле. Ну, удивительная. Потому что в какие-то моменты я понимаю, что мне вообще близки другие вещи. И у меня вообще пусто внутри в те моменты, когда раньше все внутри дрожало от счастья. И наоборот. Какие-то вещи, которые оставляли меня спокойной и равнодушной, сейчас вызывают какой-то отклик. Ну, и я это фиксирую в себе, потому что это очень интересно. Я все время нахожусь в препарировании себя сегодняшней, чтобы не упустить какие-то моменты. Так что этот контроль собственного внутреннего «я», он тоже очень характерен и для сегодняшнего момента, и для момента, когда человек взрослеет, и какие-то вещи может понимать, может быть, более тонко или в каком-то другом смысле. Ну, раз мы о личном, не могу вас не спросить, не про причины, это уже, наверное, не так важно, про пушкинский. Вы этот разрыв с пушкинским пережили уже внутренний? Знаете, я не переживала его. Я не переживала разрыв, потому что разрыва не было. Я шла к этому осознанно и понимала, что, в общем, это 10 лет, это прекрасные 10 лет моей жизни, жизни моих коллег. И что дальше? Другая жизнь. И уже, еще будучи директором, кстати говоря, сейчас мостик переброшу, как журналист, будучи директором пушкинского музея, где-то месяцев за 9, знаете, как рождается ребенок, до моего ухода я приехала в Питер, который Саша Бродский меня затащил в полторы комнаты, я не была там до этого. И я, ну, просто физиологически ощутила, что я попала просто в свое место. Меня там все восхитило, ну, просто все. И, ну, как любовь с первого взгляда. Я сразу им сказала, что это просто вообще, ну, это просто вообще уникальное ощущение счастья там испытываешь. И буквально через 15 минут уже придумала кураторский проект для полутора комнат и сказала, что я его сделаю в любом, там, будучи директором или уже не будучи директором. Мы его запланировали, сделали. Это был первый проект, который там проходил уже в полутора комнатах. Да, но все-таки это мой любимый музей. И я его обожаю. Да, но это не пушкинский. Ну, хорошо, но я же не раба этой лампы. Во-первых, никуда ничего не ушло. Я буду, конечно, лукавить и обманывать, если говорить, что все уже это в прошлом, я перешагнула эту страницу. Это невозможно. Но это, ну, ну, счастье. Это было. Было такое. Сейчас другое. Ну, вот я не могу сказать. Мне сейчас очень интересно живется. Правда. А у вас сейчас такое счастье более частное, более личное, более взрослое, да? Да, да это, может быть, даже словом счастья я не назвала бы, да? Как и там было очень много таких сложных моментов, которые мне надо было пережить. Вот там взросление еще в пушкинском началось. Вот инфантильности полной. Поэтому, ну, это какая-то другая жизнь, вообще не скучная, которая позволяет мне чувствовать себя, ну, просто очень молодой. Это приятно. Это происходит, потому что совсем другие люди, все молодые. Они меня ужасно радуют. Вообще, если эта порция оптимизма, которая мне, в принципе, свойственна, и сейчас она у меня сохраняется внутри, даже несмотря на то, что она уравновешивается какими-то печалями нашего сегодняшнего бытования, вот она подпитывается именно этим. Я вижу так много надежды вокруг через этих людей. А мне так с ними просто и легко. Я вообще себя не чувствую старше. Ну, лексика мне иногда не дается. Но я и не пытаюсь имитировать ее другой. Ну, в общем, короче говоря, жалеть не о чем. Но это просто другое, другое состояние. При том, что я обожаю пушкинский, всегда буду любить. Всегда буду пристрастна. Когда меня спрашивают, а вот как тебе сейчас? Вот что я говорю, не спрашивайте. Я самый субъективный человек на свете. Но это правда так. Но я же не могу, сказать, быть нейтральной. Да, мне всегда будет казаться, что я бы сделала иначе. Ну, как каждому человеку. Но уверена, что музей всегда будет самым необходимым и самым важным местом. Что-то так, что-то немножко по-другому. Ну, в общем, это не так важно. Время вырулит и превратит все в правильное состояние. Как сохранить активный образ жизни и свободу выбора в турбулентном потоке политических и экономических событий? Иметь возможность передвигаться по миру, совершать транзакции из любой точки планеты, вести международный бизнес, не ощущая давления санкций и запретов. А главное, как делать это легально и без переезда в другую страну? Множество людей с активной и жизненной позицией все чаще получают двойное гражданство или вид на жительство в различных странах для решения личных и бизнес-задач. Самую популярную и доступную иммиграционную программу сегодня предлагает Греция, позволяя получить ВНЖ за инвестиции в недвижимость государства. Сегодня это заветный безвизовый въезд в Шенген, доступ к банкам и активам за границей. Незаменимый инструмент для того, чтобы снизить ограничения. Увы, для граждан России программа недоступна, но выход есть. Юристы компании Astens построили удобный и максимально быстрый трек для получения нового иммиграционного статуса, благодаря которому можно приобрести гражданство нейтральной страны, европейский вид на жительство, собственную недвижимость в шенгенской зоне и все права резидента ЕС. Что нужно сделать? Всего два шага в сопровождении опытных экспертов. Первый. Оформление гражданства дружественного России государства Вануату с безвизовым доступом в 93 страны мира, включая Сингапур и Гонконг, всего за 2-4 месяца. Второй. Оформление вида на жительство для всей семьи в одной из самых живописных стран Европы – Греции. Переезжать при этом никуда не нужно. Живите там, где вам нравится и свободно пользуйтесь всеми преимуществами. Прайс на программу совершенно прозрачен и стартует от 400 тысяч евро под ключ. В стоимость уже включены все расходы на оформление документов, налоги, сборы, юридические и брокерские услуги, а главное – покупка недвижимости, которая остается с вами. Кстати, у Astons свой эксклюзивный каталог недвижимости и самый большой выбор объектов на рынке, каждый из которых уже проверен на предмет юридической чистоты. И самое приятное – ваши инвестиции будут работать. Столица Греции, Афины – место, где сфокусированы офисы международных компаний, престижные европейские университеты, а также богатое культурное наследие, что обеспечивает стабильный ежегодный рост цен на жилье более чем на 10%. Русскоязычная команда экспертов всегда на связи. Подготовка полного пакета документов, получение паспорта, подбор недвижимости, открытие банковских счетов, регистрация бизнеса. Эксперты Astons возьмут на себя все текущие вопросы, а при необходимости помогут с управлением недвижимостью и релокацией в новую страну. Большинство процессов в рамках программы проходят дистанционно. Вам нужно просто принять решение и наблюдать за работой профессионалов. Уточняйте условия и возможность участия у экспертов Astons по ссылке в описании. Про другой музей хочу вас спросить про музей-гараж. В контексте его позиции уже скоро как три года не выставлять современное искусство, ничего не показывать. А сейчас происходит хорошая ретроспектива хранения, то, что из хранилищ. Но нового актуального искусства мы там не видим. Как, в общем, не видим его и в ГЭСе. Мы видим то, что было. Это по-разному. Куратор с этим может играть. Но это такие некие ретроспективы. Все-таки про современное бытование художников. Вот вы сказали, что они все равно работают. Но вам вот эта позиция, то, что мы видим мало современному искусству, оно не выставляется практически в сегодняшней Москве. Я не согласна. Ну, я просто не согласна, потому что все не совсем так. Естественно, есть достаточно много коридоров, которые сужаются. Ну, это понятно совершенно. Что касается, например, гаража, я не согласна с тем, что мы там видим только историческое искусство. Внутри того, что они показали в своей первой части архива, много искусства неисторического. Ну, там достаточно много. Это все сбалансировано. Мне кажется, здорово, когда музеи собирают архивы. Это вообще тренд современной музейной практики. Фиксация жизни через искусство, через архивизацию – это абсолютно один из трендов очень важных вообще мирового бытования музейного. Гараж это делал и делает это очень интенсивно в последнее время. И сейчас мы все больше и больше убеждаемся, как важно, когда это происходит. Что я хотела бы сказать, как профессионал? То, что я вообще совершенно не понимаю, чем должен музей заниматься. Да, вот кроме того, к чему мы привыкли. Вот мы видим сейчас, может быть, раньше нам этого не доставало, визуализацию истории искусств, причем сделанную, на мой взгляд, на 10. Просто превосходно. Это сделано таким уважением к современному процессу. Потому что вот эти бумажки, эти какие-то, как будто бы никому не нужные фиксации, плохого качества фотографии – это все очень важная часть процесса искусства. Ее очень трудно показать. Это сделано с большим уважением к отечественному искусству. ГЭС, кстати говоря, тоже работает с современным искусством. Старается работать опосредованно. И, может быть, даже не всегда эта интенсивность нужна, где всегда есть современное искусство, даже в случае с классическим. То есть какие-то референсы все равно существуют. Они стараются включать рефлексии, связанные с современным искусством, в контекст исторического искусства. Что я хочу сказать про ГЭС? Мне кажется, большое счастье, что у нас есть это пространство. Это просто фантастической красоты пространство. Мы уже к этому привыкли. Но это просто здорово, что оно оказалось построенным. Огромное количество людей, преимущественно молодых и не только, ходят в ГЭС, просто чтобы оказаться внутри этого пространства. Это победительная архитектура. Просто был момент, когда ГЭС еще был пуст. Сначала были настройки, все, что связано с музыкой. Такой очень плавный вход вообще в пространство искусства. И, может быть, человек неискушенный, когда попадал туда, даже не слишком слышал этот звук и не понимал, что уже он находится в этом состоянии настроек. И при этой пустоте, казалось бы, вообще пустота – это тоже состояние. И очень тонкое. И в этой пустоте я спрашивала Артема, который директор ГЭС. Артем, что происходит вообще? Ну, вроде такое тонкое. Кто ходит? Сколько людей? И в этом состоянии, казалось бы, сложном для 4 тысячи человек в день, точно. Вы понимаете? Поэтому туда просто, когда приходит человек, он чувствует себя частью какого-то мирового, правильно устроенного пространства. Причем, подчеркиваю, бесплатно. Все-таки, Марина, я вас хочу спросить на примере кино. Да. Проведу параллель. Мы прекрасно понимаем, почему сегодня снимается так много сказок в кино, так много ретроспектив про 90-е, про 80-е, про 70-е. Потому что современность болезненна, ее нельзя трогать. Как в музейном деле, в арт-мире обстоят темы, вот эта работа, да, поскольку современный контекст невозможен, его сложно показывать, невозможно показывать, то какие свободные зоны здесь есть? Их огромное количество. Вот про что мой вопрос. Их огромное количество. Это вопрос к людям, которые визионеры, которые тонко чувствуют, которые тоже находятся в состоянии травмированном, которые пытаются через гуманизацию общества достичь своих целей. Есть очень много возможностей, огромные. И материалы, то, что называется патроны, их много. Это не связано с тем, можешь ты привозить какое-то искусство или не можешь. Достаточно материалов здесь. Это, ну, должны быть люди, которые думают через что, как, какими путями, более посредованными, более тонкими, рассказать про все то, что тебя волнует. Поверьте мне, это связано конкретно с устройством человеческой души и желанием... Что-то делать. Не просто что-то делать, все хотят делать. К более сложным высказываниям. Более сложным высказываниям. Ну, последней выставкой, которую мы сделали в пушкинском моменте, когда я уходила, которая называлась «Общий язык», она вот к такому типу выставок относится. И она действительно была сложной. Это была работа. Вообще, приходить на такие выставки для посетителей – это работа. Тут не заработаешь гигантских аудиторий. Ну, это надо понимать. Всегда есть выставки, которые... Ты заранее все это знаешь, это понятно, да, что привлечет больше людей, что меньше людей, потому что этим надо балансировать обязательно, должны быть разные типы высказываний. Потому что, ну, зрители или, там, условно говоря, человека, на которого направлено все это, да, нужно приучить работать, ну, просто приучить работать, вникать, совершать какую-то работу, читать больше текстов, попытаться понять, если сразу не понимаешь. Это очень важно. Это относится ко всему совершенно. И к музейной практике тоже. И когда человек видит такой объем сложного материала, да, поскольку это действительно вавилонское такое представление о мире, то даже искушенные люди, искусствоведы, которые приходили, говорили, что классная выставка, очень интересно, но надо работать. Ну, значит, надо работать. То есть действительно было много людей, которые там стояли долгое время и пытались разобраться во всем этом. Разобраться было непросто. Но это путь. И, честно говоря, таких возможностей очень много. Это мы говорим о больших музеях, а довольно много институций, которые идут по этому пути все время. Просто люди, которые, ну, интересуются только тем, что большое, на поверхности, хорошо знакомое, им иногда кажется, что этого мало, а этого очень много, потому что очень много в стране институций, небольших, средних, иногда очень маленьких, и очень много людей занимаются этими процессами. То, что вы говорите, мне крайне нравится, потому что это крайне оптимистично звучит. Но, по сути, кризиса нет сегодня в арт-мире, и что тогда можно? Кризис есть. Он во всем есть. Кризис вообще существует. Кризисы существуют для того, чтобы перелицовывать действительность. Кризисы необходимы для того, чтобы меняться. Я просто в этом убеждена. Так же, как бы это ни звучало, не знаю, не парадоксально, но естественным образом, то травмы, которые переживает человечество, рождают тот опыт, который позволяет обновление в целом. Сначала ожог, потом рубец, а потом после рубца, через какое-то время лечения, новая кожа, более молодая и так далее. То есть для искусства травма, как мне кажется, очень важная веха, которую проходит художник в большом смысле этого слова. Так было всегда. Во все периоды существования искусства. Во все. Мы переживаем один из сложных периодов, безусловно, связанный вообще с изменениями, какими-то сущностями в истории человечества. Ну, я это ощущаю очень остро. Это очень широко происходит. И количество людей, которые травмированы и ранены, как мы говорим, испытывают боль, рефлексии, сомнения. Бог видит, что их довольно много. И если это люди, способные к взрослению, как я говорю, или к изменениям, то, безусловно, этот опыт чреват очень серьезными последствиями. Если нам всем повезет, то в лучшую сторону. То есть мы станем лучше. Марин, если про практическую плоскость говорить, какой сегодня дефицит главный на арт-рынке из-за того, что многие уехали? Не знаю, не хватает специалистов, не хватает кураторов, не хватает международного обмена. То есть вот где главная такая болевая точка с точки зрения именно дела, не художника, а именно организации музейного процесса? Я очень переживаю, конечно, и считаю, что это очень плохо, когда культура, какой бы она ни была богатой, разнообразной, варится в собственном соку. Обязательно это все должно быть взаимообменяемо, взаимослияемо. Процессы эти должны происходить непременно. Это единый бульон. И каждый ингредиент в нем важен. Это очень важно. Очень важно. Это нас меняет по-настоящему и делает нас объемнее, тем более история нашей страны и вообще структура нашей страны такова, что она, так сказать, культурно разнообразна, крайне. Может быть, в какой-то степени это и спасение, что сейчас внутри очень много разнообразия есть. Если смотреть в эту сторону, то это позволяет что-то, какие-то другие ингредиенты добавлять в этот бульон. Но в целом, конечно, невозможно, так сказать, питаться собой все время. Какое-то время возможно, но дальше уже это совсем не приносит пользы. Уже сейчас это ощущается, конечно. Ну, Воснецёва, Серово и Передвижников, которыми открывается сейчас новое здание Третьяковки, Накадашевская, ну, как бы ты не насытишь там музейный год, правильно? Или я в том числе понимаю? Ну, я не согласна, мне не согласна, не согласна. Для людей, которые любят, так сказать, русское искусство, им хватит надолго и Рериха, и Малявина, и Архипова, и художников в Новом Вольфе. У нас же очень много разного есть, еще не все показано, и можно делать очень умные выставки. Дело не в этом. То есть блокбастеров таких народных хватит? Да даже и ненародных можно делать много, еще очень много не видели. Чтобы Серово ломились и двери выбивали. Ну, для того, чтобы ломились и двери выбивали, нужно сделать очень классную выставку, очень профессиональную, очень умную и так далее. Это тоже непростая задача. Но у нас, к счастью, есть Пушкинский музей с его фондами, очень богатыми, еще неоткрытыми, ну, не показанными вполне. У нас есть один из самых главных музеев в мире Эрмитажа, у нас есть Кунсткамера, у нас еще много музеев. У нас институт восточных рукописей, у нас миллион институций, которые еще не использованы в этом процессе. У нас этого много еще. Были бы люди, которые готовы были бы какие-то серьезные высказывания на разном материале делать, и они есть, вероятно, эти люди, наверное, будет. Но все равно этого недостаточно, все равно нужно общаться. Это же не только вещи, это общение с коллегами, это необходимость участвовать в процессах, это обязательное путешествие вещей из наших собраний в большом мире. Это не только принимать вещи, но это и давать вещи, и участвовать в этом, участвовать в конференциях, общаться, разговаривать. Не могу сказать, что нам это не хватает, наш бульон пуст, но в нем недостаточно ингредиентов. А вот с другой стороны, в мире искусства никто не ощущает потери наших возможностей. Я имею в виду российских вещей, российского искусства, которое традиционно очень активно путешествовало. Но очень. Тоже ощущают. Просто есть какие-то пространства внутри искусства, которые не могут быть вполне заполнены без нашего присутствия. Это связано, в частности, с импрессионистами и постимпрессионистами 100%. Ну и со старыми мастерами, имея в виду, Эрмитаж и так далее. Это ни для кого не благо. Ну, честно говоря, мы уже забыли, что у нас огромный период несотрудничества с американскими музеями, который был связан с проблемами с библиотекой Шниерсона. Шниерсона, конечно. Вот все 10 лет, что я была в музее, еще до того все бились и все старались сделать, чтобы эту преграду разрушить. Американские музеи старались еще больше, чем мы. Они очень ощущали тоже в этом потребность. Тоже хотели смотреть наше искусство. Ну, конечно. Ну, конечно. Но смотреть без него просто трудно им было какие-то вещи делать. И вообще это нонсенс. Пространство культуры вообще должно быть всегда свободно. Не зря его называют мягкой силой. Потому что это то, на чем вообще основывается суть человеческого существования. Кто мы такие, спрашивают нас. Мы целиком состоим из культурных базовых вещей. Кто мы такие, наши принадлежности? Ну, кто? Кто моя родина? Русский язык. Классическая русская литература. Я целиком состою из нее. Если спросить, если там разобрать меня на части и так далее. Поэтому без этого плохо. Реально плохо. Поэтому неизбежно эти процессы как-то должны осуществляться. И, честно говоря, не знаю, кто первые шаги будут делать. Но я считаю, что они должны быть с обеих сторон. А что вам говорят ваши коллеги в Европе, в Америке сейчас? Они, по их мнению, будут готовы, когда все закончится, приостановится? Как минимум, какое-то начать взаимодействие. Потому что в экономике, например, у нас был до вас Аркадий Дворкович. Он сказал ясную мысль, что мировая торговля, вы не заметите, как быстро восстановится. И санкции будут уходить. Он говорит, это вот все прям рассасывается. Надо только закончить главное. Потом все будет быстро развиваться. Вот в культуре, как вы считаете? Вот этот бульон, он снова будет? Вы знаете, я не могу этого сказать. Я не знаю. Я еще такой тупой оптимист, что у меня бессмысленно спрашивать. Мне кажется всегда, что да. Люди, которые наши коллеги, вот мы все состояли в такой очень важной институции мировой, которая называлась группа Бизон. Но не мы все, а директора крупнейших музеев. Там традиционно был Эрмитаж, Пушкинский музей. Мы рекомендовали принять Третьяковскую галерею. Была принята Третьяковская галерея и музей Кремля. И присутствие вот этих музеев внутри сообщества директоров крупнейших музеев мира, это было очень важно. Мы говорили на одном языке, мы понимали, какие тренды существуют в мире, как устроены какие-то процессы. Мы очень много сотрудничали, много договоренности существовалось, исходя из человеческих контактов. Без этого плохо. Мы временно, приостановлено наше участие в Безо-группу. Думаю, что когда острая фаза закончится, мы вернемся. Директора музеев в большинстве своем, в большинстве с тем, с кем я общалась и дружила, это люди, которые сложно устроены в хорошем смысле этого слова, понимающие все тонкосплетения сегодняшнего мира, его несовершенства в целом. И готовы вместе с нами делать все для того, чтобы улучшить состояние гуманитарного присутствия в обществе. И, видимо, поэтому никакой отмены русской культуры, русского искусства на самом деле на Западе не произошло. То, о чем говорили первые месяцы, на самом деле мы видим, что, да, что-то выставить, привести сложно, невозможно, но в целом настрой не на отмену. Ну, сейчас физически это невозможно. Сейчас какие-то вещи просто невозможны по разного рода еще и ментальным причинам. Поэтому сказать, что совсем никакой отмены нет, нельзя, наверное. А в чем она, вот если конкретизировать, применительно карт миру к искусству? Ну, я не вижу большого количества проектов, которые могли бы существовать там при поддержке музеев, если они не носят характер какого-то острополитического высказывания. Ну, я считаю, что искусство устроено сложнее. Вообще, я не человек черно-белого существования, мне близко более сложно, более цветное. Поэтому, ну, мы живем во время, когда черно-белое – это единственный способ, но в этом смысле это не мое время. Поэтому, ну, просто сейчас все сложно, и все тяжело. Но, видимо, нужно преодолеть… Повзрослеть. Повзрослеть обязательно, причем всем. Но это связано не только с Россией, это связано вообще с мировыми процессами, которые идут на разных территориях, в том числе и на Ближнем Востоке. Ну, вообще, это какая-то широкая проблема гуманистическая. Оценки происходящего, готовности разобраться в сложных вопросах, да, ну и так далее. Вот когда я говорю о взрослении общества, да, я имею в виду не только анализ, не только поступки, да, которые ты совершаешь, но еще переоценку, что важно, что менее важно. И есть какие-то лакмусовые бумажки, которые тоже мне дарят вообще ощущения очень важные. Я хочу поделиться. Просто социальные процессы оказываются важнее любых высказываний в области искусства. Ну, то есть ты можешь пойти на самую роскошную выставку, ты можешь пойти на Брюлова, увидеть, так сказать, историю искусства через Брюлова, или через Архипова, или через Машкова, да. Но только если ты человек переживающий, понимающий, что какие-то есть вещи более важные сегодня, и ты можешь в них поучаствовать, ты становишься потрясающим зрителем этих же выставок. Ну, в частности, например, я являюсь попечителем такого фонда, который называется «Дом с маяком». Это институция, которая помогает семьям, у которых дети неизлечимо больны. И мне кажется, это вообще самым важным сегодня в моей жизни. Это фонд, который ежегодно дает возможность 1100 семьям с тяжелейшими детьми почувствовать себя более спокойными, счастливыми, обеспечивая их жизнь. Просто я почему это говорю? Это не про меня. Потому что вообще огромный бюджет фонда. Миллиард, можете себе представить. Только 15% платят государству. Остальные 85% не просто частные, это не просто олигархи, в этом штука. Это обыкновенные люди, которые ежемесячно платят небольшие суммы. Слушайте, ну это же круто, когда такое было. Это потрясающе совершенно. Это значит, что люди, большое количество людей проявляют максимальное сочувствие. И кто бы туда ни пришел, кто бы там ни оказался, кому бы я ни позвонила, кого бы ни привела. Ну то есть люди готовы к сочувствию. Вот о чем я говорю. То есть они в значительно большей степени готовы к состраданию. Не знаю, мне кажется, это вообще невероятно важным каким-то моментом. Ну правда. Слушайте, мы иногда в результате вот этих травм, которые мы получаем, то есть эти рубцы быстрее заживают, когда происходит такая работа внутренняя с обществом. Вот сейчас я знаю, есть KPI у больших институций государственных. Вот у Третьяковки KPI 3-5 блокбастера в год. Вот был Воснецов, сейчас открывают в новом здании передвижников. Насколько вообще это возможно с точки зрения куратора делать такое огромное количество, 3-5 это много, блокбастера в год? И опять же, хватит ли работ в условиях того, что обмена с миром нет? Работ хватит. Работ хватит. То, что вы сказали, из хранилища еще доставать и доставать. Вообще работ много, работ много. Просто хочется, чтобы это разнообразие, чтобы мир хоть в этой фазе, фазе культуры перемешался. Ну вы знаете, вот смотрят на красивого ребенка и говорят, это красивый ребенок, потому что у него много крови перемешано внутри. То есть это, как бы сказать, такой образец того, как разнообразие дает интересный результат. На скульптуре невозможно жить без этого. Ну то есть смотрите, Марин, в кино мы в ближайшие годы смотрим сказки, сказки, и какой хороший был и светлый Советский Союз. А что мы смотрим на выставках, если исходя из этого сравнения? Это зависит от того, нет, это зависит от того, какова стратегия в музеях. Вы понимаете, какова сейчас? Мы директора, это, ну как бы, не знаю, наши музеи это решали совместно, да. То есть мы это проговаривали, это долгие-долгие наговаривания того, что своевременно обязательно то, что сегодня вызывает ответ. Не может музей просто показывать абстрактное искусство. Просто в сегодняшнем мире музей обязательно должен показывать то, что адекватно человеку сегодняшнему. Поэтому мне так казалось важным, чтобы в старом музее старое искусство жило вместе с сегодняшним высказыванием, потому что одно помогает другому. Но это же мы смотрим на искусство глазами сегодняшнего человека, который изменился, хотя мы все те же биологически, да, и, может быть, какие-то основные посылы у нас прежние, но в целом у нас другой визуальный опыт, у нас другой интерес, мы излагаем иначе, у нас другие требования к изложению материала и так далее. Поэтому дело вот в этих тонких штуках. И, конечно же, я уверена, что музеи думают о том, как сделать те проекты, которые дадут разные эмоции. Это очень важно. Один такую, другой сякую. Это все сложная штука, это должно быть сбалансировано. Но еще и пройдя сквозь цензуру. Ну, это момент взросления. То есть можно учитывать все... Да. Если ты уже человек ответственный за то место, в котором ты находишься, и хочешь лучшего, и хочешь, чтобы твой зритель был умным, образованным, а не просто ленивым, а пришел, посмотрел, что вдоль стен, висит и ушел, то думаешь об этом и находишь выходы. Еще знаете, что стоит не забыть о том, что мы как ни крути, мы живем век в тотального интереса к новым образовательным историям. Ну, то есть все друг другу что-то рассказывают. То есть просто все, кто умеет говорить, все рассказывают. А те другие, которые умеют слышать, они слушают. И массу фантастически интересных людей появилось на поверхности. И мне кажется, что это очень многое. Не то, что заменяет, но сбалансирует. Много. Появилось, вы знаете, очень много людей, которые раньше были нишевыми. Я вообще занишевая. Мне очень интересно нишевая. И не только мне. Это тоже мировой тренд. Интересно маленькое, небольшое, вышитое, каким-то странным человеком странное. Ну, просто жизнь так устроена. Это же тоже компенсация. Странное для большого количества людей, но ощущаемое как подарок для других. А тем более мы живем еще, еще раз подчеркну, но вместе в стране многокультурной. И всегда этим очень интересовались. В 20-е и 30-е годы глубокое исследование и работа с маленькими народами, с их языком, с их культурным кодом. И это все было в нашей практике. Я не знаю, что сейчас с этим происходит. Просто не знаю. Возможно, это тоже происходит и это есть. Но, в общем, эти процессы существовали. Вспомним Николая Пунина, который занимался северными народами очень подробно, с фантастическим эффектом совершенно. Ну и так далее. Для государства это была большая задача. Наивные художники самодеятельно, как их называли, которые работали вместе с профессионалами, учили. Слушайте, это огромный пласт нашей истории, нашей культуры. Что он в результате дал? Такого количества музеев наивного искусства, наивных художников в нашей стране, нигде больше не знаю. Огромный интерес к искусству аутсайдеров в нашей стране сейчас. Потому что, видимо, люди сами по себе чувствуют, иначе себя ощущают, то есть чувствуют себя как отдельные существа. И все иные, вот этот мой любимый музей, который существует в Ярославле, про искусство аутсайдеров, который называется «Иные», вот мы все сейчас почувствовали себя иными, особенными. И поэтому интерес к этому определенный у многих людей, и у меня тоже. У меня это адекватней сейчас. Как вы относитесь к последним новостям из Третьяковки про ликвидацию отдела новейших течений? Зачем это нужно сегодня и кому, как вы думаете? И насколько это катастрофичная история для русского авангарда и для этого отдела, который изучал наследие? Конечно, история печальная, я считаю. Она... Вопрос зачем? Ну, вы знаете, зачем, не знаю. Думаю, это вопрос, который я себе тоже задаю, потому что это связано с непонятным мне вообще страхом перед современным языком, связанным с искусством, перед современным искусством. Уверена, что он связан с непониманием этого языка или нежеланием его услышать. И все новое кажется опасным. И вообще человек так устроен, но люди, которые этого боятся, они забывают о том, что любой этап в жизни современного искусства на любой территории был связан с такого же рода неприятием его. То же самое было и с передвижниками, и с импрессионистами, и с разными вещами связанными. И с бульдозерной выставкой. Ну, да, они значительно более старые вещи, связанные с давними временами, средневековьем. Но, слушайте, всегда зритель или простой человек, ну, человек просто, так сказать, участвующий в этих процессах, неглубоко внедренный, не хотел видеть новое, не принимал его, потому что хочется видеть всегда то, что видел прежде. Вот всем рассказываю историю про своего старшего внука, который, когда был маленький, ему давали еду. Он спрашивал, я это уже ел, мне это уже нравилось. То же самое. Хочется есть то, что уже ты ел, и что уже нравилось. А то, что пробовать новое, человек не любит. Ну, просто потому что боится. А вдруг это будет невкусно, лучше есть проверенное. То же самое с искусством. Поэтому это просто, мне кажется, такого рода неготовность. Но для того, чтобы разобраться, в чем опасность, я считаю, что не хватает разговоров. Надо разговаривать. Ну, нужно не отвергать разговоры, разговаривать с людьми, которые умеют объяснять, то есть теми же представителями музея. Просто все можно объяснить. Правда. И я за то, чтобы, мне кажется, самая главная вообще проблема в нашем обществе, вообще в обществе, в человечестве в целом, то, что мы абсолютно, о чем была выставка последняя, всеобщий язык, она была об этом, о утрате возможности к диалогу. Ну, то есть мы вообще разучились слышать друг друга и разговаривать. Ну, просто разучились. Степень агрессии, она зашкаливает со всех сторон. Вообще со всех сторон. Люди просто не умеют слышать, так как они все очень находятся в состоянии сложном психологическом, то они выливают друг на друга просто какие-то адские порции агрессии. И это не помогает диалогу. То есть диалога нет. Поэтому надо научиться слышать друг друга и всем участникам истории. Тем, кто готов рассказать, не нужно раздражаться, что кто-то не знает, не понимает. Попытаться внятным, простым и доступным языком рассказать, о чем речь. Тем, кто боится, опасается и видит какие-то страхи, нужно задать вопросы. Ну, не априори, так сказать, обвинять, оскорблять и подозревать, а попытаться разобраться, в чем штука. Мне кажется, отсутствие диалога или умение быть в диалоге – это наша главнейшая проблема, очень серьезная. Научиться быть просто доброжелательным, ну, нейтрально доброжелательным, не надо, как бы сказать, с объятиями, да, но просто нейтрально доброжелательным. Научиться не быть снобом, быть человеком открытым к тому, чтобы поделиться с другими своими знаниями, а другому быть открытым, чтобы принять то, что ты не знаешь. Поэтому в этом причина. Никто ни с кем не разговаривает, не пытается выяснить, где причина. И поэтому происходят такие вещи. Для музея это плохо, потому что мы имеем дело не просто с историей искусства, а с музеем, традиция которого связана с собиранием современного русского искусства как процесса. И основатель музея, Третьяков, великий коллекционер русский, с этого и начал сказать, что те художники, которых покупал, всеми были любимы. Нет, это не так. А это тоже были художники, которые вызывали огромное количество вопросов, самых разных. Это были художники, которые занимались, интересовались социальными проблемами, которые в обществе и в современном происходили. Поэтому так просто это нельзя, конечно, вычеркнуть, отмести, отрезать и сказать, что все, значит, этого теперь нет. Но мы не будем забывать о том, что жизнь длинная. И те проблемы, которые существуют сегодня в музеях, и те коллекции, которые должны остаться в обиходе, и те важные процессы, которые существуют сегодня, и очень важные художники, серьезные, которые существуют сегодня, и которые были прежде. Слушайте, 30 лет нашей жизни, которые дали очень много для искусства, не только русского. Они очень важны. Так вот, эту миссию сейчас возьмут на себя коллекционеры. Ничего страшного. Итак, мы подошли к вопросу про фонд «Новые коллекционеры». Год назад, ровно, кстати, вы объявили, вы, Антон Белов, Михаил Каменский, вы стали президентом этого фонда. Работа с коллекционерами. Это, во-первых, хочу спросить вас, бизнес не бизнес? Ну, с точки зрения там, появились ли у вас клиенты, которых вы ведете, консультируете, помогаете создать им свою коллекцию, если я правильно понимаю одну из стратегий фонда. И вот спустя год, что сейчас получилось? Ну, мы вообще благотворительная организация. Значит, не бизнес. Вообще не бизнес, потому что мы принципиально не имеем дела с деньгами. Потому что, когда ты имеешь дело с деньгами, и даже если ты что-то советуешь, что невольно в подсознании ты заинтересован, чтобы отмести, ну, это даже если ты не хочешь, чтобы отмести вот эту подсознательную реакцию, мы принципиально работаем без... То есть вы бесплатно помогаете коллекционерам? Да, мы не получаем никаких денег каждый из нас. Мы даже не помогаем сейчас ничего никому формировать. Сейчас мы занимаемся образовательными процессами. Наша задача всех перезнакомить с собой и создать те платформы среди коллекционеров, которые помогают вообще культурным процессам в нашей стране. И думаем про формат объединали частных коллекций на территории страны, где масштабируем его на самые разные пространства, где самого разного рода институции представляют тех коллекционеров и те коллекции, которые оказали большое влияние на их географию собственную. Ну, всюду. И в Сибири, и в Красноярске, и в Владивостоке, в Перми, и в Казани, и в Екатеринбурге, в самых разных местах. И это их задача. Они должны проанализировать, что повлияло и где тренды этого развития. Дальше все этих людей мы должны узнать лучше, мы должны их показать, мы должны о них рассказать, рассказать об их роли. И это не только связано с современным искусством. Это связано вообще с широким интересом коллекционирования, потому что есть люди, которые собирают потрясающе интересные вещи. Я, например, для себя их обнаружила, целый куст, я бы сказала о людей, которые собирают вещи, связанные с древними старообрядческими текстами. Это просто потрясающе. Суперпрофессионалы, медиависты и так далее. Много очень комбинированных коллекций, где старые, новые, западные, русские, восточные, где потрясающие коллекции восточного искусства, японского, индийского, китайского. Мы этого просто не знаем, поскольку это очень индивидуальный вызов человеческий. В общем, короче говоря, это мир людей, это про человеческое, и это про компенсации. Это очень важно. Компенсации? Самого разного компенсации того недостающего, что у нас сейчас существует. Что касается коллекционеров современного искусства, это вообще мои герои, потому что это те люди, которые уже сейчас в сущности стали институциями. Вот один из наших учредителей в новых коллекционерах, это, например, Антон Козлов, молодой человек, которому 35 лет. Бывший бизнесмен. Человек в 30 лет приостановил свою бизнес-деятельность, заинтересовался искусствами, за 5 лет собрал, ну, мне кажется, образцовую коллекцию, может быть, даже лучше, музейную коллекцию после военного до сегодняшнего дня существующего искусства, которое его промоутирует, которое делает образовательные программы, занимается сейчас выставочными. Ну, то есть это музейная институция в сущности, которую человек миссионерски на себя взял за собственные деньги целиком и полностью. Будет развиваться, как молния. Ну и другие есть люди. Я даже поражена тому, как быстро это развивается. Люди покупают инсталляции целиком. Их хранят, покупают выставки целиком, их хранят. Продюсируют искусство. Это очень важно. Это и есть, как бы, сказать, лицо сегодняшнего коллекционера, вообще серьезного коллекционера, да, у нас, кто продюсировал искусство прежде, скажем, такое слово. Щукин, Морозов, заказав Матису, Бонару. Те произведения, которые стали, ну, практически важнейшими в их творчестве. То есть, какая-то происходит такая частная, большая, но тихая, неофициальная жизнь. Она вполне официальная, все показывается. Но я имею в виду, что вы без государства, вам не нужно для этого никаких ресурсов. Вы вот запустили такую историю, которая может круто, эффективно существовать Да, человек, то есть общество, общество может все это осуществлять, в общем, на благо нас всех. Поэтому такой период в музее апплигационеры сейчас возьмут на себя эту задачу, сохранят это искусство, оно уже у них есть, работать будут с ним, его фиксировать, архивировать, рассказывать, что сейчас делают про этих художников и так далее. Сейчас скажу страшную вещь, за что они меня все убьют. Может, не говорить ее, не знаю. Но в конце концов проходит время, и все это оказывается в музеях. Ну, да, уже переживали такие... Слушайте, это все нет. Я надеюсь, что не то, что переживали времена, я очень надеюсь, что следующие времена будут более правильные в том смысле, что эти вещи не будут, так сказать, из-за исторических обстоятельств экспортированы у людей. Я надеюсь, что они будут получены добровольного дара или куплены. А так существуют все музеи, да? И в результате лучшие вещи все равно будут в музеях, потому что это правильно, они к ним вернутся. Пока мир существует так, это неизбежно. Или все это превратится в частные музеи или фонды. В сущности, вот мы видим уже то, что называется... Это не просто частное собрание уже, это уже создание институции, которые очень серьезно настроены на образование, на просвещение в широком смысле, на изучение, на профессиональное изучение, глубокое исследовательское. Так что все это происходит параллельно с тем, с чем мы сталкиваемся ежедневно. И еще хочу спросить у вас про Суздаль, Мира Центр. Ой, с восторгом. Это тоже из серии частных инициатив, когда сложное время, можно тихо копать свой огород и что-то сделать полезное. Да, можно в любое время, честно говоря, делать, делать что-то полезное для души, то, что тебя радует. Ну, сейчас так случилось, что, опять же, видимо, люди испытывают потребность жить, ну, так, слово жить с большой буквой, да, ну, просто жить. И ищут какие-то возможности для этого. А так как я уже говорила, что я обожаю все нишевое, маленькое, мне значительно интереснее маленькое сейчас, чем большое, видимо, что-то во мне поменялось, парадигма, то, вот, оказалось так, что в Суздале просто люди, которых я очень люблю, то, что они делают, мне очень близко, нравится, и... Огромного им поклон, это правда. Да, 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 и это такое благое дело, что сейчас я всем, кого вижу, кого знаю, а я амбассадор, такого, вообще, время сообществ, люди пытаются как-то собраться в какие-то сообщества, в какие-то компании, как говорилось, приятели на русском языке, себе подобных, и как, так сказать, друг друга чем-то наполнять, кто чем. И вот есть такое сообщество, но дом, большое сообщество, где много разных людей, которые, значит, этим тоже занимаются. И как раз мы говорили о том, у них была такая огромная сессия, даже есть там отдельное сообщество, внутри сообщества, тех людей, которые размышляют о том и думают, как сделать так, чтобы жизнь в маленьких городах изменилась. Это очень важная тема. То есть это люди, у которых еще есть ресурс, но не просто хочется, да, еще какой-то ресурс есть. Потому что вот в Суздале это случилось, красивейший город с потрясающей историей, но красоты неземной, еще и не застроенный всякой гадостью, еще и, поскольку ему повезло, он был первый в ряду городов Золотого кольца, как-то он сохранился. Сначала приехал Дымов, полюбил его, Вадим Дымов, стал там, значит, много всего делать. Потом Разумов, потом Поляков, их много там, этих много там людей. И вот внутри, а потом появилась Катя Проничева, которая потрясающая, директора. Владимира Суздальского кремля. И еще много территорий там у нее. И вот все эти люди, такой компания, преобразуют место, и это правда, это правда видно, и это очень круто, и хочется к ним присоединиться. Но другие, которые это видят, тоже хотят в Суздаль. Я говорю, ну а что же вы все, конечно, вместо силы, безусловно, вокруг сколько всего, давайте распределимся как-то. Один в Суздаль, другой в другом месте. Страна большая. Но знаю очень много людей, которые находят какие-то свои берега условно, которые связаны с какими-то воспоминаниями. Или просто оказались там и влюбились в место. У меня есть друзья, которые посадили, разбили фантастическое красоты сад. Просто нереальный сад, огромный. За этим садом ухаживали. В одном из маленьких совсем городов нашей страны. Просто потому, что муж и жена, жена приезжала в бабушке в эту местность. Она просто очень любит это место. И вот, значит, и вокруг этого сада уже там уже частная гостиничка, уже то, и сё, и пятое, и десятое. Но потом наш человек так устроен еще всюду образование сразу. Ну просто моментально. Видимо, это уже как бы понятно, что есть какой-то. Ну, очень по-разному это происходит. Очень по-разному. И если можно дать сигнал, что вот есть такое-то место, помогите этому, этому, таких мест очень много, то их нужно давать эти сигналы. Людям сейчас очень хочется это делать. Это тоже компенсация за какие-то свои собственные, может быть, внутренние состояния. Может быть, хочется как-то улучшить, улучшить свою карму, как говорят восточные люди. Марин, я последнее спрошу про вот это, то, что называется дела, которые на местах люди сами объединяются, делают. Вот сейчас была история вокруг последнего адреса проекта, была большая дискуссия вокруг Пушкинского. Лиза Лихачева потом сказала, что таблички на месте и так далее. Но сейчас вот я сам видел по городу, идя, что много картонных на... Я не знаю, что с Пушкинским, но на домах обычных жилых они есть, но картонные. Заменяют. Заменяют. Что вы думаете про этот инцидент? Насколько, почему вдруг это возникло? Я не знаю, кто их снимает, но видите, видимо, это, видимо, тоже какое-то такое движение. Не знаю, кто этим занимается, но людям, которые этим занимаются, конечно, стоит задуматься и вспомнить об истории своей страны. И стоит задуматься о том, что все равно эти таблички появляются. Они будут появляться всегда, потому что всегда будут люди, которые считают важным, чтобы они были. Про Суздаль. Все-таки хочется на теме Суздаля нам уйти в финал. Как вы там часто бываете и какие планы на Суздаль у вас лично? Есть планы. Какие? Ну, в прошлом году мы сделали очень интересный проект внутри фестиваля Мира Центра. Мы придумали классную концепцию с Ирой Затуловским, замечательным нашим русским художником. В будущем году будем делать с Леонидом Тишковым, тоже его очень люблю, мой друг и вообще считаю, что это большой художник мирового класса. Вы знаете, это все по большой любви делается, это важно. Очень, все-таки, вроде ее достаточно в моей жизни, но у каждого человека не достает все равно. Такой витаминчик хочется получить. Я очень люблю этих людей, которые там работают, нам с ними очень хорошо, это очень хорошие люди. И вообще все как-то, так сказать, хотят одного и того же. Думаю, что это будет интересно. И получается? Да, должно получаться. Спасибо вам огромное. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok